На мой взгляд, вся наша беда заключается в том, что никакому событию, никакому объявлению, никаким действиям в области правосудия мы уже давно не можем верить. Никто не знает, что на самом деле. В свете того, что происходит сейчас с генеральным прокурором Александром Стояногло, с теми заявлениями, которые были на протяжении всей предвыборной кампании, всех этих деклараций, компроматов взаимных и так далее, больше начинает восприниматься это как очередная ступень в череде политических расправ. Само по себе приглашение бывшего президента в прокуратуру не является чем-то из ряда вон выходящих. Мы с вами знаем примеры других стран, когда тот же Саркадзин недавно был осужден и так далее. То есть, если говорить объективно о самом процессе, то это процесс, который может возникать в любой стране. Потому что любой президент при всех своих заслугах в то же время не исключаются какие-то вещи, которые вступают в нарушение закона и, соответственно, за этим следует наказание. Но я еще раз повторяю, вся наша беда заключается в том, что мы имеем все основания на сегодняшнем этапе рассматривать это как очередной шаг в среде политических расправ над противниками. Вот это самое тяжелое.